Смотрите, коллеги, Катя у нас будет моим конкурентом, да? Моим, любым вообще, вашим конкурентом, да? Вот. А стул, на котором сидит Екатерина, это бюджет вашего потенциального клиента, бюджет. И как вы видите, Екатерина очень плотно на нем сидит. И, судя по всему, пока этому клиенту не до нас, не до нас. И первая стадия в продажах, я ее называю in или вход, где моя задача войти в этот бюджет, я буду показывать символически, да? Это вот сделать вот так, смотрите, вот присесть. Видите, она нервничает, это полезно. Для себя это важно понять, я почему объясню дальше. Моя задача войти. Войти это значит, не знаю, в логистике есть понятие пробная перевозка, да? Определить для себя продукт, не локомотив, продукт таран. Продукт таран – это продукт, который мне позволит заставить этого клиента с этим бюджетом на вопрос, ты работаешь, допустим, с Вяткиным, сказать, да, работаю. Например, у меня есть основной текущий банк, но с этим банком мы, например, какой-то продукт покупаем, условно говоря, Савекс в Сбербанке, который стоит всего, по-моему, 15 рублей и позволяет, предположим, покупать валюту и продавать, размещать депозиты, не выходя из кабинета. И банку это удобно, это хорошее решение, но я вошел, я вошел. Если вы дистрибьютор, конечно, надо определить минимальную ассортиментную матрицу и войти с этой минимальной ассортиментной матрицы. На стадии входа большая ошибка, когда мы пропагандируем нашим продавцам мировое господство в бюджете клиента. Для себя надо понять аппетит на входе, который тебе нужен минимум. Какая основная ошибка в продажах на стадии входа? Я вам скажу, ваша ошибка и моя. Это когда мы начинаем клиента привязывать к дисконтам за объем. Ну, согласитесь, мы говорим, смотри, есть типа у нас там структура, значит, финансов. Купил больше, получил больше скидку. Я всегда говорю, вы понимаете, что для любого нового клиента вы ящик Пандор. Ему страшно. Если этот ассортимент он не продавал, как он будет продаваться? Какой ассортимент из всего? У вас 500 СКЮ, полторы тысячи СКЮ, 70 тысяч СКЮ. Мне надо понять, какой СКЮ или какие будут продаваться, например, номинования там лучше. Какой продукт действительно будет полезен для этого клиента? Это стадия входа. А вторая ошибка, это когда вы даете дисконты, например, там, как я это называю, вот, за красивые глаза, да, зашел, типа, я тебе даю 10%, он говорит, я на такой объем не пойду. Ну, окей, все равно 10, да, там, ну, условно говоря, у меня же они есть в кармане, там, эти 10. И вы подарили ему, фактически, если ваш прайс был 100 рублей, и вы продали за 90, то для клиента 90 это ваш прайс. Он о ваших 100 даже не знает. Вы ему сразу опустились. И мой совет, конечно, на стадии входа регламентировать время этой скидки. Я, например, своим клиентам говорю так, если есть за что, отлично, за что, если нет за что, я говорю, я понимаю твои опасения, я скорее и уважаю твое постоянство в отношении вот к этому стулу, да, к постоянному поставщику. И при этом, смотри, моя позиция не вместо, моя позиция вместе, да, ты вправе выбрать лучшего. Давай я тебе сделаю вот так. Ну, и определяю для себя вот этот продукт таран, продукт таран. Еще одна ошибка. Мы продали медаль на грудь, забыли. Ну, то есть мы считаем, что конфетно-букетный период, ну, многие, не все, эта ошибка не самая популярная, но, тем не менее, ну, расслабляемся. Типа, ну, все, вошли, вошли. А потом я лечу истории, когда MVideo, например, там говорит, послушайте, мы будем работать, да, если вы заберете аксессуары на 90 тысяч долларов на пятый айфон. Ну, простите, ну, какой коммерсант вообще такой складки, ну, это называется камни, да, камни на складе. Какой коммерсант позволил эти камни сформировать у клиента на складе? О каком стратегическом партнерстве идет речь? Ну, не солидно. И он тогда получил маржу, да, а сейчас поставил под удар все отношения. Либо 90к из кармана достать. А где они, эти 90 тысяч? Их давно уже все проели. А в духовке, да. Вторая стадия – это развитие отношений. Или trade. Развитие отношений или trade. Trade. Вот у нас даже в CRM, например, сегодня будут нам рассказывать про CRM. У нас есть определение, там, клиент на in, ну, trade, loyal или out. То есть мы прекрасно понимаем о том, что, ну, внутри компании должна быть профессиональная лексика. Это круто, когда мы быстро понимаем, значит, мы в trade. Что такое в trade? Задача – потолстеть. Потолстеть в структуре закупок. Можно чуть-чуть подвиньтесь. Просто, чтобы я силу не применял. Смотрите, потолстеть – очень важный момент. Вот я потолстел, видите, мне уже удобнее, Екатерине все менее, да. Но здесь важный момент. Вы должны для себя, коллеги и своих коммерсантов определить следующее. Допустим, у вас хорошие отношения с этим клиентом сформировались. Но нам всегда мало, да, мы хотим максимум, мы хотим мировое господство в этом клиенте. И клиент готов выкинуть Катю и отдать тебе весь бюджет. Ну, там, предположим, неважно, бизнес-образование, поставки, там, допустим, там, этой категории, там, шоколад или мука или что-нибудь такое. Неважно, в любой. Или в логистике отдать весь грузопоток. Вопрос, который важно для себя задать. А ты готов его освоить качественно? И что очень часто получается? Анализируем историю. Вход был хороший. Рост хороший. Ну, развитие, 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 развитие. Потом мы все взяли. И профокапились. Профокапились, видите, стадия аут. Вот, когда клиент понимает, что вы не идеален, а мы не идеальны. И у меня всегда вопрос, а ты готов был, ну, качественно выполнить вот эту работу, например, на этом бюджете? Да, вот мы вроде бы как конкуренты, вроде бы как партнеры. И я всегда советую, если я вижу, что там, ну, здесь лучше. Почему? Потому что если мне клиент доверяет, я хочу, чтобы он завтра позвонил, мне сказал, Женя, послушай, а вот такая есть VC-программа, вот стоит идти. Я ему говорю, да или нет. И соль в том, что я, конечно, могу сейчас попросить эти деньги у клиента, освоить бюджет. Но вопрос, насколько качественно я это выполнил. Не поставлю ли я эти отношения под удар. Сколько денег мы потратили на ухаживание. Сколько денег мы потратили на развитие. А потом взял и поставил под удар все отношения из чувства вот этой вот, значит, безграничной алчности. Все, Катя, можно вас попросить вернуться. Поаплодируйте, Екатерина. Представляете, сидела. Третья стадия. Третья стадия. Смотрите, Екатерину мы выкинули, условно говоря, такое, прости, Катя, за грубое слово, с бюджета. И я его занял полностью. Видите, я его занял полностью. Мы с вами, как коммерсанты, знаем в жизни, что Катя будет очень злиться. То есть ей было дискомфортно даже на входе. А сейчас она вообще будет истерить. Что делают наши конкуренты, когда мы их выкидываем из бюджета? Они падают в дисконты. Они предлагают супер преференции, бонусы. Все, что угодно. Лишь бы только вернуть этот бюджет, если вы их оттуда вышвырнули. И задача наша – этот бюджет удержать. Большая ошибка в структурах продаж. Когда на стадии лоял или даже в трейде, вот, например, в логистике, было, я сейчас это, слава богу, меняю, было такое понятие экспедитор. Спрашиваю, за что отвечаешь? Отвечаю за сопровождение груза. Ну там из точки А в точку Б, плюс там прошел таможен, не прошел, документы и так далее, и так далее. Не у всех даже было понимание, что они развивают клиента. И откровенно говоря, на оперативку часто сажают, ну такой, ну такой персонал. Типа вот коммерсанты, они the best, а вот здесь Маша хорошая, ну и своя, ну продавать не может, да? Давай ее на оперативку, она же вежливая и ответственная. А ведь на самом деле, смотрите, там уже есть история отношений, и там толстеть можно, и этот бюджет забирать гораздо проще. Почему? Потому что на стадии входа, я вот метафору вижу такую, вот огромная крепость стоит, мы перед ней стоим и думаем, интересно, а какая там процедура принятия решения за стеной? Кто там ЛПР, да, в традиционном, мы это называем BDM, бизнес decision maker, кто там technical decision maker, да, ЛВПР? Как туда постучаться, как пройти вот эти двери, да? А в трейде мы уже можем сказать, как в фильме про спецназ, знаете, такой, я внутри, да? Ты уже всех знаешь, ты знаешь процедуру принятия решения, ты знаешь людей, ты знаешь, откуда ветер, куда дует, ты знаешь, какой в целом бюджет, ты понимаешь эту долю пирога, и тебе доверяют уже, да? Там проще зарабатывать на самом деле. Ну нет же, мы развиваем наших этих хантеров, которые бегают там по этой стране и пытаются друг у друга что-то выжить, при этом забываем про стадию трейд и про стадию лоял, поскольку, конечно, мое убеждение, здесь включается маркетинг на программы лояльности, я так понимаю, здесь будут у нас сегодня ряд выступлений, и, конечно же, внимание со стороны продавца. Когда мы переходим из трейда в лоял, вот где этот критерий? Вот здесь очень важная соль. Соль в том, что в стадии трейда мы должны для себя определить, какой кусок пирога, за что боремся. Иногда я вижу такую ошибку. Продавец выжимает клиента там, встречается, пытается потолстеть, но по, как говорится, первичным половым признакам он уже 100% его бюджета занял. Куда его развивать? Что ты его душишь? Или, например, там занял 50, но важно понять, что это всего лишь наши 50. Все, отпусти, ну то есть удерживай, не развивай его больше, перегнешь. И боссы должны об этом знать. То есть спрашиваю часто, вот ключевых клиентов, там были первичные половые сегодня, да, от коллег, но вопрос, ну а бюджеты тоже важно знать, да, какие бюджеты там у него есть, как он формирует этот бюджет и, в принципе, какую долю мы сейчас занимаем уже в трейде и на какую долю можно претендовать. Но мы не без греха и иногда попадаем в аут. Попадаем в аут по двум причинам, как правило, да, либо мы расслабились, ну потеряли, да, бдительность, ну либо Екатерина все-таки собралась и выкинула меня точно так же, как я когда-то выкидывал ее, условно говоря, да, и она вернула свои позиции, вернула свой бюджет. И одна из ошибок в отделах продаж – это то, что с этими возвращенцами никто не работает. И более того, нет даже понятия, что с ними нужно работать. Более того, нет программы возврата. Их нет. И даже нету пропаганды. То есть продавцы сидят и с представлением о том, что ну мы же накосячили уже, да, ну типа как-то неудобно вроде бы. Хотя я всегда им говорю, смотрите, на стадии входа мы выстраиваем новые отношения, а на стадии возврата мы возвращаем свои. Нам уже доверяли. Клиент уже с нами работал, у него есть история, ну пускай они самые лучшие. Он знает ассортимент, он знает наши подходы, он знает наши ценности, возможно. Ну накосячили. Ну что, мы не косячим в личной жизни? Косячим. Так что после каждого раза забивать? Нет, мы все равно начинаем эти отношения развивать. И моя пропаганда здесь брать и не называть их ни в коем случае сопровожденцами в стадии трейд. Они такие же продажники, они такие же продажники, только они занимаются другим видом продаж. Они толстеют. Там удерживают, а там возвращенцы. Это создать для себя, во-первых, пул клиентов, которые ушли. Во-вторых, подготовить программу по возврату этого клиента. И уж поверьте, программа по возврату, это я сейчас говорю не о плюшках. Ну типа вот не о бонусах, которыми часто компании раскидываются. Любовь ты за деньги не купишь. Любовь должна быть по любви. Но есть компании, которые любят падать в ценах, в своих прайсах и считают, что это конкурентное преимущество.